Своё мастерство на конкурсе в австрийском Ленце доказывали 120 вокалистов из 25 стран. Но окончательные итоги жюри подвело на финальных прослушиваниях в Сочи. Лучшей исполнительницей итальянской оперы признана украинка Анна Бондаренко. Второе и третье место у россиянок Виктория Каркачёвой и Юлия Музыченко. Глава города Анатолий Пахомов вручил приз зрительских симпатий израильтянке Веронике Брук. Международный вокальный конкурс прошёл в России в третий раз. В 2011 и 2016 годах итальянская опера звучала со сцены Большого театра. Сегодня международных фестивалей сочинских стало тоже немало. И это здорово, потому что она сознаёт весь мир, а это огромное привлечение сюда внимания, это огромный авторитет города, это огромная мотивация приехать в город Сочи. Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханси Ахим Фрай, бессменный руководитель конкурса, поблагодарил власти Сочи за тёплый приём и возможность всем членам жюри побывать в знаковых местах курорта. Руководители театров, консерваторий, вузов и крупнейших музыкальных агентств, представители 15 стран мира, рассказали на встрече с главой города о том, что побывали на Красной Поляне, совершили морскую прогулку и даже посетили дачу Сталина. Мы благодарим вас за прекрасную организацию и просим сделать с нами совместное фото. На память сфотографировались все вместе и договорились встречаться чаще, но в следующем году конкурс уже приглашён на другой континент. В 2020-м оперных вокалистов и членам жюри ждут в Мексике. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.